Связаны с нашим шоу, спортсменки, которые связаны с нашей академией, они были сейчас в другом месте, но при этом мы их очень любим и поддерживаем. Поэтому я считаю, что это очень здорово, что у нас сегодня так все прошло. Я видела, вы за пять минут до шоу сами все контролировали. То есть сжали все форс-пажоры, нет помощников, которые занимаются организацией? Слушайте, вы знаете, я хочу сказать, у меня очень много помощников на самом деле. Но вы знаете, очень было много коммуникаций, и я сегодня поняла одну вещь, что хочется делать хорошо, сделай сам. Еще раз в этом и по этому среду, этому принципу, уже много лет, и вот как выяснилось, менять его совершенно нельзя. А чем шоу, вот видовое сегодняшнее, отличается от свободных фанер-организаций? Да, вы знаете, во-первых, эти шоу, ну, сказки, вы сами понимаете, сказки все очень... Ну, да, понятно, да, там все идет по нарастающей, то есть вот есть сценарии, вот все укатают. А здесь, возможно, какие-то изменения, нужно оперативно реагировать. Плюс сегодня была тревизионная съемка, очень хотелось дарить любовь к каждой стороне зала, но не получалось, поэтому нужно было работать туда. А мне хотелось крутиться и говорить там, там, там. Было сложно, честно говоря, говорю, я первый раз работала на камеру только на одну сторону, мне было сложно. Яна, как вы считаете, как лучше воспитать чемпионский характер? Ну, во-первых, нужно много работать, и я считаю, что детей жалеть в спорте нельзя, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион, вообще я пока еще не воспитала олимпийского чемпиона, я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа. Но я могу сказать, что я прошла с моим мужем две олимпиады, и я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя. А что бы вы пожелали детям? Я видела Арсений здесь, а Арсений встанет на лед? Слушайте, Арсений уже давно встал на лед, вот, просто он еще очень маленький, он пока осваивается и топает еще по льду. Но вы знаете, удивительно, ведь не каждый ребенок просидит, сколько сейчас время? Десять. Одиннадцать ровно уже. Одиннадцать ровно. То есть мы, собственно говоря, друзья, три с половиной часа зажигали на льду, и ребенок, открыв рот, все это смотрел. Это о чем говорит? О том, что шоу Евгения Плюшенко, союз чемпионов, нравится не только взрослым, но и детям. Сколько еще шоу впереди? У нас еще три шоу. Честно, я уже на последнем издыхании, потому что они идут-идут друг за другом. Очень тяжело, потому что ты ведешь, ты это продюсируешь, ты это все организовываешь. И, ну, честно, это сложно. Я вот даже, как я, стойкий оловянный солдатик, но я, честно вам скажу, я впервые в своей жизни сегодня почувствовала, что мне нужна, ой, это сема-батарейка, мне нужна подзарядка. А когда будет сейчас дыхать, Яна? Я не расскажу, что нужна зарядка. Да, вы представляете, да, бывает. Вот сегодня я понимаю, что мне нужна подзарядка. Яна, немного в цифрах, сколько коньков там, сколько, да, сколько репетиций с ней, сколько бутербродов с ней. Я могу сказать, что на шоу в Санкт-Петербурге было 150 прыжков, ну, многооборотов, а сегодня было 164. 164 многооборотов прыжка. То есть у нас не просто фигуристы катаются. То есть есть очень много шоу, в том числе и на Западе, где фигуристы как балет на льду, они просто катаются красиво. Если вы заметили, наше шоу, это все-таки шоу, где люди катаются, не только катаются, они очень много прыгают. Александр суперпрофессионально откатал, но почему-то расстроился. Удалось успокоить его? Вы знаете, он откатал хуже, я бы сказала, чем во всем туре. Просто вчера в Рязани у него был пик формы, он был настолько хорош, и мне кажется, что он в Рязани вчера так перегорел, и вот его не хватило. Он мне говорит, мама, мне не хватило эмоций на Москву, то есть не в плане, то есть в плане техники там все отлично. Он, знаете, мне кажется, немножко подустал. Вот, и он такой мне говорит, мама, знаешь, ну ты же понимаешь, что я тоже встаю, как и ты. А потом такой, ну ты вообще, в принципе, вообще не встаешь. Яна, но у вас в этом место еще открытие гостиницы, да? У нас будет открытие гостиницы в этом для спортсменов, это все идет параллельно. Параллельно идет открытие спортзала. Это, опять же, все на мне, я, честно говоря, ну немножко в шоке, потому что это очень тяжело, не только в плане морального. Ну и вообще, в принципе, женщине, ну такой вот на соответственности, это, ну не каждая сможет. Вообще, я не знаю. Яна, а что бы вы пожелали молодым фигуристам, которые только-только начинают? Как вы классно говорите. Прям по-мультяшному. Только начинают, я хочу сказать, что самое главное это верить, мечтать и идти к своей мечте. Ну и для этого много работать, слушаться родителей и, конечно же, тренеров, потому что без тренеров ничего в спорте не получится. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о гостинице, что это будет? Это будет сеть или это будет? Это пока первая гостиница Ангела Плющенко, я надеюсь, что это будет в будущем сеть. Ангела Плющенко это спортивный отель для детей в стиле шале, для спортсменов. И они так же, как у нас вообще в принципе в академии, у нас принято все сделать, все для детей. То есть такой домашний уют, ты приходишь, красиво все, камин, дрова, такой атмосфера домашнего уюта. То же самое будет в гостинице. И такой будет бутик-отель, поверьте, он будет очень красивый. Но у нас не бывает некрасивых. Ничего некрасивого у нас не бывает. А расскажите, пожалуйста, это будет только для спортсменов или могут просто поклонники приезжать, то, что там останавливаются? Вот вы знаете, это вопрос интересный, потому что многие фанаты, очень поклонники хотят приезжать. Но вы знаете, я все-таки считаю так, это все должно быть по желанию, скажем так, владельцев. Это будет принимать решение Евгений. И все-таки поклонники, вы знаете, они хороши на шоу. Но не всегда поклонники, скажем так, благоприятно влияют на тренировочный процесс. Поэтому если мы будем делать какие-то показательные выступления, вот как сейчас, мы, конечно, будем сдавать им номера. Но во время тренировочного процесса, я думаю, что это исключило. А ценовая цена образования? А цена образования? Цена образования очень демократична. Три тысячи за не сутки. А в каком, вот вы сказали, в шестерешале. А что там будет особенное? Там будет люстра дерева. Ну что, держи сейчас. Уникальная люстра дерева. И я думаю, что вообще, когда ты заходишь в эту гостиницу, такое будет ощущение, что ты попал в французские Альпы. Или, не знаю, как в Швейцарию на какой-то, знаете, гурналожный курорт. Вообще, атмосфера очень-очень будет такая домашняя. Яна, вы как человек с идеальным вкусом сами принимали дизайнерские решения для этого проекта? Вообще, я все дизайнерские решения принимаю исключительно со мной. Опять же, хочешь сделать, как тебе нравится и как тебе удобно, а не как кому-то. Нужно взять все в свою руку. Вы мировая женщина. Просто вот восхищаюсь вам. Спасибо каналам ТВ. Скажите, пожалуйста, как реагируете... Вы так как вы снимаете наше сегодняшнее шоу, все вопросы отвечаются. Как реагируете на сплетни, связанные со здоровьем Евгения Плюшина? Слушайте, ну, любые... Все спортсмены, все спортсмены, они, конечно же, не железные. Особенно в 39 лет столько кататься, столько прыгать. Сегодня он откатал три номера, не стал делать финал. 15 бедуинских у него рекорд. Я говорила тоже, подожди, ну не надо, не надо, не надо. И вот он в губке сделал 15. И я уже вижу вчера в Рязани, уже говорит, нет, тяжеловато. Вот, поэтому, ну, конечно, вы смотрите, не все спортсмены, скажем так, после 25 могут позволить себе кататься и прыгать. А он в 39 катается, прыгает. И вот сегодня Филипп Киркоров сказал, что действительно живая легенда, которую мы видим и которая, ну, завораживает. Поэтому, слушайте, сплетен много, всегда много разговоров. Ну, мы-то к этому как-то уже привыкли. Я хотел бы задать спортивный вопрос. Вот, в последние дни приняли возрастной цен в фигурном катании, подняли его. Как вы считаете, это подвыкнет к развитию фигурного катания? В целом, что вы думаете на этот счет? Ну, я считаю, что для российского фигурного катания это, конечно, испытание. А для мирового фигурного катания это выход из положения. Ну, я считаю, что человек, который идет к своей мечте, ему, мой муж 31 год стал олимпийским чемпионом в команде, в 27 лет завоевал свою третью олимпийскую медаль, в 24 года вторую. Понимаете, а начал завоевывать с 19. Поэтому, знаете как, ну, я не знаю, для меня все-таки я не люблю вот эти истории, когда, знаете, чемпионка одного турнира. Я считаю, что спортсмены, которые, великие спортсмены, они должны проходить как минимум большой, не только один олимпийский цикл, но и два олимпийских цикла. Поэтому есть великие, великие мировые звезды фигурного катания, такие как Катарина Витт, такие как Мао Асада, такие как Юна Ким, у которых две олимпийские медали, да, или там попытка у Мао Асада на вторую олимпийскую медаль. Как Каролина Костнер, которая очень долго шла к ней, насколько она каталась. Для меня, все-таки, мне кажется, что этот возрастной ценз повышения даст возможность девочкам все-таки быстро не заканчивать. Все-таки очень хочется, чтобы наши олимпийские чемпионки, наши чемпионки мира и Европы катались и катались. Поэтому я говорю и Саше Трусовой, и Алене Костерной, как здорово, что вы остаетесь, как здорово, что мы будем вас видеть после олимпийских игр, как здорово, что вам 18 лет, и вы продолжаете кататься в спорт. А как они себя вели? Звездили, может быть? Насколько они чувствуют себя звездами? Слушайте, ну я думаю, что Саша Трусова сегодня однозначно была суперзвездой, и она, конечно, заслуживает этого. Понимаете, вот ведь человек же стал не просто суперзвездой, она же не выиграла олимпийские игры. Но, вы знаете, в сердцах людей, в сердцах я общаюсь с очень многими, знаете, не то что звездами, очень многими, понятно, и звездами, и обычными людьми, и поклонниками фигурного катания со всего мира. Вы знаете, все считают, что Саша их был. Ярочка, вам прекрасный букет от Мега-шоу. Сминут вам понравилось? Да. Константин. Вас увидела вся страна. Спасибо. Это то, чего вы достойны. Спасибо. Вы видели мега-мероприятия. Понравилось? Вас увидели все медиа-пособы, медиа-экраны. Знаю. Вас увидела вся страна. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо. До новых встреч. У вас еще скоро корпуса новые в Академии откроются. Это вот такая глобальная работа. Это ваш... Это ваш... Давайте, давайте. Саиды глобановы, панельские мечтатели. Вот так. Давайте лучше. Вот задам вопрос. Это ваш тандем с Евгением или все-таки больше вы, гостей? Не, ну, вы знаете, я вообще... Как бы, знаете, у нас... Мы все инвестировали в Россию вместе с Евгением. Я поддерживаю все его проекты. Вы знаете, честно говоря, он меня втянул в эту секту фигурного катания. Это секта, ребят. Это реально секта. И меня втянул, и Алису, которая помогает нашей Академии Ангелы Плющенко и очень много лет. А самое главное, создает какие-то уникальные с нами номера. Сегодня, по-моему, номер был потрясающий. Мечтатели. Потрясающе. Все благодаря Алисе. Вот. Я. Да. Девочка. Вот. Что вам еще интересно? Как у нас идея номера? А? А идея номера и радио... Нет, идея номера Алиса – это ее фишка. Она появляется все время, когда какое-то мероприятие имеется в виду с идеей. Она говорит, что это моя песня, мечтатель. Она вообще любит дарить игрушки. Она большой, скажем так, представитель игрушечного мира. Ее бренд Тойру, естественно, известен на всю страну и не только. И она действительно дарит детям мечту. И она каждый номер что-то придумывает. На шоу Димы Биланова у нас летело там, не знаю, там полторы или две тысячи шаров сверху. Что там только не летало. Была лестница. Чудесница «Чудесница» Алиса поднималась. Это все было на песню мечтателей. Поэтому, вы знаете, это третьи мечтатели в нашей жизни. Я считаю, что... Вот, вы представляете, Алиса, Филипп Киргоров, Дима Билан, сейчас уже Шаман. Вы знаете, ну, просто действительно семейное шоу. Вот у кого есть такая атмосфера? Ну, ну, вот хоть у кого-то, назовите на шоу. Ну, нет такой атмосферы. Только у Союза. Только у Союза. И, внимание, название. Союз чемпионов. А вот, кстати, вы же из спортивного издания. Видите? А давайте, чего вы не спросите? Например, не отметил ни один журналист. Мы единственная школа. А Ангела Плющенко, которая как организатор организовала это шоу и пригласила. Смотрите, сколько штабов. Тренинский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе, Саша Трусова. Тренинский штаб Алексея Николаевича Мишина, Елизавета Токтамышева, Михаил Каледа. Тренинский штаб Евгения Рукавицына, Дима Алиев. Тренинский штаб Светланы Соколовской, Марк Андратюх и Александр Самарин. Тренинский штаб Елены Буяновой, Алена Косторная. Тренинская, все штабы у нас. Ну, я считаю, это гениально. Нет ни одного такого шоу, где был бы такой звездопад и звезд разных штабов. И мы всех их соединили в одном шоу. И хедлайнер у нас Александра Трусова. Ну, вот это же гениально. Можно вопрос по Александре Трусовой? Сегодня она принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике. Как вам ее желание пробовать себя в новых дисциплинах? Как вы это оцениваете? И добавлю вопрос. Смотрите, она после соревнований приела на шоу. Это как-то повлияло на ее состояние? Да, слушайте, слушайте, это, знаете, как мой муж говорит, что физуха у Саши Трусовая лучше, чем у Рональда. Поэтому это еще странно, что, знаете, я еще думаю, она пробежать может. Понимаете, 100 метровочка или 500 метров. Поэтому я с Сашей вообще не сомневаюсь. Я вообще считаю, что Саша такая многоградная спортсменка. Она, поверьте мне, будет, она будет удивлять, удивлять, не удивлять. Я очень рада, что она наш хедлайнер, я очень рада, что она выбирает наше шоу. И вы заметите, что Алена Косторная сейчас и Саша Трусова участвуют только в наших шоу. В данный момент только в наших шоу. Алена Косторная вообще в эксплуатации. Ян, когда Арсения на коньки поставит? Да он уже ходит. На коньках? Ходит, но не едет. Но поедет скоро. Впереди. Спасибо вам большое. Ян, ян. А вы сказали неоднократно, что... Сашенька ваш, ты мучает, мучает и занимается. Это когда же время занятия... Ой, проблема с обучением большая, потому что... Ну, это только заслуга мамы и папы, я хочу сказать. И репетиторов. И репетиторов, и бабушки. Бабушка учит уроки. Друзья, у меня ноги все, я не снимала... То есть папа за хоккей, Саша за то, чтобы Арсений стал фигуристом. А вы за кого? Ну, знаете, с точки зрения бизнеса, а я все-таки бизнес... Ну, с Евгением Плющенко уже как бы скоро-то... Пять лет уже, ну, придется как-то уступить дорогу молодым. И я как думала, Саша заменит место Евгения, а Арсений заменит место Саши. Вот как бы так я думаю. Ну, если по бизнесовому. Ну, а там уже как сам решать. Но, мое влияние, так сказать, большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин